и у меня только один вопрос вот зачем это все было надо зачем вопрос к зеленскому и ко всем остальным но не говорите мне что вам так нужны были эти территории восточные на которые вам было наплевать людей которые там живут вы никогда не считали своими зачем вам это чужое не вами построена не вами начатое не вами продолжена вами забытая и забитая вами разбомбленная и вами ненавидимая разве нужно было ради этого выкосить свое собственное население своих собственных мужчин теперь еще и женщин свое собственное будущее это ведь ну шизофрения же какая-то да никто не заставит меня сравнивать зеленского с наполеоном но это наполеонщина в худшем смысле слова а именно в таком после наполеоновских войн рост средний рост мужчин во франции уменьшился на 10 сантиметров ну потому что вы и долго еще французы восстанавливались даже не знаю восстановились ли до сих пор по сравнению с тем каким должен был бы быть их рост если бы не было тех наполеоновских воин просто выкашено было мужское население франции и выкашено сейчас население украины уехали кто мог уехать кто не смог уехать на фронте уже сейчас или будут на фронте никогда я не поверю что вы делаете это потому что вам так дороги эти территории потому что вы представить себе не можете сердце у вас разорвется как это киев без донецка и луганска но нет конечно вы это делаете потому что ради сохранения своей власти вам нужно выполнять приказы тем кто вас привел к власти кто вас там поставил кто вас там окучивает байденов блинкинах и всех остальных их цели мне понятны их цель максимально слабить россию лучше всего победить россию победить россию на поле боя так вообще идеально они вашими руками пытаются этой цели добиться я уверена что не добьются с божьей помощью господь нас не оставит вишенка на торте из того что происходит там это конечно просто чудесно прекрасно посмотрите как украину покидают британские инструкторы потому что им теперь как и американцам и всем остальным вообще ни разу не до украины потому что мир стоит на пороге третьей мировой войны теперь же абсолютно очевидно и украина тут совершенно ни при чем и россия матушка слава тебе господи ни при чем вообще потому что мы сейчас записываем эту программу когда иран только что объявил израилю что если израиль начнет свою операцию в газе то иран вмешается а если иран мешать мало не покажется вы рано без пяти минут есть ядерная бомба и много чего есть очень интересного это огромная военная держава как этому будет простоять противостоять израильская армия которую еще неделю назад почему-то все считали лучшей армии мира армия которая с преимуществом 20 к 1 не смогла справиться с одной тысячей бандитов напавших на ее границы границы которые укреплялись собственно вот этого нападения десятилетиями и армия не справилась эти бандиты проникли на глубину внимание 40 километров 40 километров можете себе представить как эта армия собирается справляться с ираном хотелось сказать хотела бы я на это посмотреть не хотела бы я на это посмотреть и никому я не желаю на это посмотреть потому что действительно порог третье мировой и на этом на этом пороге никому же не до украины знаете лишние ненужные пакеты со всяким дерьмом по дороге выбрасывают вот как они уже окей great work hard work so much more to do my brothers ready for it yes но во-первых у вас вы это вы уже слава украина вот это ра однако а а а